Нави Самуэль – священное место в трех аврамических религиях, место захоронения пророка Самуила. Он расположен на горной вершине к северо-западу от Иерусалима, примерно в одном километре от района Рамот. Рядом с этим местом находится деревня, также названная в честь этого места. На самой высокой точке горы стоит большая крепость крестоносцев с подвалом, двумя надземными этажами и над ними возвышающейся вдали башней. Крыша здания имеет два арочных выступа и открыта для посетителей. В комплексе Сион на входном этаже находится мечеть, используемая мусульманами, а на цокольном этаже – синагога, используемая евреями, где обозначена могила и отдельные молитвенные комнаты для мужчин и женщин. Это место служит центром паломничества для многих евреев, которые собираются здесь каждый год в два дня, упомянутых как дни смерти пророка Шмуэля. Это место также использовалось как центр паломничества для тех, кто соблюдал обычай халака, и некоторые полагают, что они делали это еще до того, как такая практика стала обычным явлением в Мироне. Нави Самуэль расположен на вершине горы, поднимающейся на высоту 884 метра над уровнем моря, недалеко от деревни Нави Самуэль, названной в честь могилы. Он доминирует над окрестностями, включая деревню Альджип на севере, район Рамот на юго-востоке, поселение Гевадзеев на северо-западе. С вершины горы можно увидеть весь Иерусалим вплоть до гор Гушицион на юге и южного Гуждины на западе. Самые ранние источники, которые отождествляют это место с могилой пророка Шмуэля, находятся, по словам Эль-Магдаси, во второй половине X века и русского отца Даниила, который упоминает это место через несколько лет после первого крестового похода. Это отождествление также упоминается в еврейском источнике начала XVI века. Шмуэль Шимшон, 1210 год, XIII век указывает на могилу пророка Шмуэля в Рамотаиме. Сегодня чаще отождествляют Раму в Бенемине, городе Шмуэля, где он был похоронен, с селом Аарам, ряд исследователей отождествляют Нави Самуила Смитспи, который упоминается в Библии как город, где пророк Шмуэль работал. Другая еврейская традиция определила Нави Самуила как место строительства скинии Гаваона, но в настоящее время принято мнение, что скиния Гаваона находилась на территории соседней деревни Альгип. Самые ранние останки, обнаруженные на этом месте, относятся к периоду первого храма и включают отпечатки печатей «Царь» и «Яхит» на ручках кувшинов VII-VI веков до н.э., а также египетского скоробея, приписываемого XXVI династии в Египте на накануне разрушения первого храма. В ходе археологических раскопок был обнаружен слой руин, относящийся к концу первого храма. Кроме того, были обнаружены черепки персидского периода IV-V веков н.э. После этого было обнаружено поселение, относящееся к эллинистическому и хосмонейскому периодам. Также были обнаружены остатки большого жилого квартала, включающего в себя два. Ряды зданий по бокам центральной улицы, цистерна с водой и очистительная миква, высеченные в скале. Здания построены из крупных добытых камней. Стены зданий сохранились до высоты около 4 метров. Керамика, монеты и остатки еды периода между I веком н.э. и концом V века н.э. Это место было заселено в Византийский период в V и VI веках н.э. С этого периода была открыта высокоразвитая керамическая промышленность, на этом месте были обнаружены четыре большие промышленные гончарные печи, построенные в два этажа. Печи строились прямо на постройках хасмонейского периода. Похоже, что гончарная промышленность была крупнейшей к северу от Иерусалима. Производство керамики также продолжалось в ранний мусульманский период амиядов до VIII века н.э. На ручках кувшинов были обнаружены отпечатки на греческом и арабском языках, относящиеся к факту существования монастыря того периода Дирмер Самуэль. Никаких остатков монастыря Византийского периода обнаружено не было. При освящении этого места среди христиан в Византийский период на этом месте, вероятно, был построен монастырь, остатки которого, как уже упоминалось, не были обнаружены при археологических раскопках. В ранний арабо-амиядский период это место служило очень крупным центром производства керамики, которой пользовался весь Северный Иерусалим. Здесь были обнаружены семь сложных гончарных печей. Вероятно, продюсерский центр продолжал действовать даже в византийский период. В период крестоносцев здесь был построен монастырь и крепость. Конструкция цитадели имитирует древние слои. Вокруг цитадели был вырыт широкий и глубокий ров. Древние слои были обнажены за пределами цитадели крестоносцев. Большой участок, возглавляемый, как уже упоминалось, большой цитаделью, также включает в себя большую территорию сельскохозяйственных объектов, складов и жилых домов. Его значение в период крестоносцев заключалось в том, что он был первой смотровой площадкой, с которой паломники святого города могли видеть Иерусалим, идя по главной дороге в Иерусалим с севера дорога 436. Из-за этого это место называется Гара Хасимха. После падения Израиля от рук Салахаддина Айубида цитадель стала мечетью, и традиция хоронить Шмуэля стала очень сильной как среди мусульман, так и среди евреев. Почти нет ни одного еврейского паломника, посетившего страну в то время, который не упомянул бы там могилу пророка Шмуэля, а иногда даже могилу его родителей, Элканы и Ханы. Судя по всему, на протяжении нескольких поколений на этом месте, вероятно, на цокольном этаже действовала синагога, где евреи установили надгробный памятник пророку. Подробный и реалистичный рисунок во флорентийском свитке начала XIV века храма со свитком Тора и перегородкой для женской помощи на месте могилы показывает присутствие евреев на этом месте до XV века. Исследователь истории поселения Пинхас Граевский указывает, что мусульмане построили над могилой пророка Шмуэля молитвенный дом с башней наверху, где молятся жители села, а в середине ее стоит большое надгробие, покрытое растительной крышкой, как это принято в священных могилах мусульман, это древний обычай. Когда наши братья Сефарды приходили и простирались там ниц на 28-й день воздуха, и хозяева дома позволяли им приходить в зал над пещерой, и они задерживались там всю ночь, толпа стоялов. В молитвах, плаче и мольбах о мудрецы читали святые гимны Байера, и это древний обычай, о котором есть свидетельства из разных источников. На протяжении многих лет. Возможно, именно поэтому часто возникали трения и напряженность между евреями и мусульманами по поводу права владеть и посещать это место. Так обстоит дело, например, с раввином Ицхаком Латифом, эмигрировавшим в Израиль в 1445 году, рассказал. Как только арабы не позволили евреям войти в гостиную пророка Шмуэля для молитвы, этот цадик восстал против них, задушил горло еврея, не позволив ему прийти на молитву, и сказал ему, «Отдай ключ евреям, и они постучат на дверях моих, ибо они мои дети, а не вы». Сразу вернулся. И я услышал это, пока был там. И всегда горят свечи, и арабы добровольно зажигают их. Самое раннее письменное упоминание о существовании синагоги на этом месте встречается в документе из Эрец-Исраэль середины XV века, в котором подробно описываются обычаи евреев Иерусалима, где записано, что «мы пришли в великом унижение и унижение из все, что мы имели, например, синагогу в Хевроне и дом Шмуэля Хармати». Первым источником, который более или менее описывает то, что видно сегодня, большой вход и спуск по каменным ступеням в гробницу, является Равин Мишулом из Вольтерры, посетивший это место в 1481 году. Равин говорит, что день смерти пророка Шмуэля в этом паломничестве многие евреи из стран региона пришли на это место и отметили, что столкнулись с терпимостью со стороны мусульман по отношению к ним, исмаильтяне уважают всех многочисленные могилы, посвященные евреям в районе Иерусалима. Многочисленные описания паломников, евреев, христиан, караимов и мусульман показывают, что право на ее содержание оспариваются, но кажется, что на протяжении многих лет разрешалось проводить вне молебны и зажигать свечи. В XVI веке село принадлежало Иерусалимскому округу и под еврейским названием Ишмаэль, Шмуэль упоминается в дарственной грамоте специализированного дома Хаски Султана. В 1730 году при вмешательстве османского султана евреи были изгнаны из этого места, и им даже не разрешили там молиться. Обряды «Халка», зародившиеся в комплексе гробницы Шмуэля, перебрались в Мирон. Погребальная пещера была запечатана, а на входном этаже цитадели крестоносцев была построена большая мечеть, увенчанная башней Модина. Немногим евреям разрешили посетить это место, и то за кругленькую плату. Граевский рассказывает, что в 1885 году евреям запретили приезжать сюда. Главный сефардский раввин, мудрец Баши Яков Шаули-Лишер, обратился к турецкому торговцу и услышал от него, что турецкое правительство запретило въезд евреям после того, как ему пришлось заплатить 118 тысяч грушей за ремонт этого места из-за актов вандализма. Которые были описаны следующим образом. Многие из евреев Ашкенази, которые приезжают сюда погостить, а также приносят с собой вино и заработную плату, сделали дом таверной и на стенах его написали свои имена, один карандашом, другой углем, и не в честь этого для Святого Дома Израиля и народов. В конце концов уступил просьбе главного раввина и разрешил евреям войти в это место. В 1886 году евреи попросили основать поселение недалеко от Нави Самуэля. Для нового поселения было выбрано имя Рама в честь места захоронения пророка Шмуэля, но его также называли Нахалат Исраэль в честь Нахалат Исраэль Рама, компании, купившей землю. Около пяти лет предпринималось несколько попыток обосноваться на купленной земле, но по бюрократическим причинам безуспешно. В 1895 году к ядру поселенцев присоединилось около 13 семей евреев из Йемена, которые успели реализовать фабрику и даже заняться там сельским хозяйством, но уехали через несколько недель, так как средства компании закончились, большое расстояние между домом о возделываемые участки. Год увольнений и непрекращающихся притеснений со стороны арабов Нави Самуэля, который выкорчевывал возделываемые и засаженные участки. Во время кампании за Синаи и Израиль во время Первой мировой войны Аленби разработал план завоевания Иерусалима с севера, ключевым моментом в котором был Нави Самуэль. С 18 по 24 ноября 1917 года здесь происходили ожесточенные бои между 75-й дивизией, под командованием генерал-майора сэра Филиппа Пейлина и обороняющимися силами османской армии. 21 ноября 234-й бригаде удалось захватить деревню, и начиная с 22 ноября османские войска провели три контратаки. После тяжелых боев, сопровождавшихся тяжелыми артиллерийскими грохотами с обеих сторон, попытка турок захватить точку провалилась, но Аленби и британской командной группе пришлось восполнить истощенные боевые силы и разработать новый план взятия Иерусалима, план, который был реализован начиная с 8 декабря и в конечном итоге привело к взятию Иерусалима. После серьезного ущерба, причиненного зданием в Наве Самуэле и его окрестностях артиллерии британских и турецких истребителей, поселение было заброшено. В 1921 году, когда начала свою деятельность компания «Нахлад Исраэль Рама», она была зарегистрирована как «Кооперативная компания по покупке земли в земле Израиля» и занималась сбором средств для создания там поселения. На собранные средства она купила дом на холме, Аль-Бурдж, рядом с Наве Самуэлем. В августе 1922 года верховный комиссар Герберт Сэмюэл и губернатор Иерусалима Рональд Сторс посетили Наве Самуэля, чтобы открыть здание гробницы и мечети после того, как они были отремонтированы после серьезного ущерба, нанесенного им во время Первой мировой войны. На церемонии также присутствовал муфти Иерусалима Амина Аль-Хусейне. Жители «Нахлад Исраэль Рама» встретились с ним и попросили его поработать на строительстве дороги к этому месту. По разным причинам поселения «Рама» было заброшено, по словам Иихуда Давида Эйзенштейна в его книге «О цар за коронути». Евреи прожили там всего полгода. Во времена британского мандата место было открыто для посетителей за определенную плату, а с желающих подняться на минарет взималась дополнительная плата. Мусульмане запретили вход в помещение на первом этаже, а вход в пещеру был запрещен по состоянию здоровья. В войне за независимость во время операции «Еваси» батальон «Брейкерс» 4-й батальон Харельской бригады «Пальмаха» пытался захватить деревню. Рота под командованием Хайма Познанского штурмовала холм, но была остановлена большими потерями. В 50-е годы оттуда действовал грабитель и убийца Мустафа Самуэли, в 1953 году на деревню совершили рейд бойцы отряда 101 с целью задержания Самуэли, а его дом, который оказался пустым, был взорван. В конце концов пограничники ликвидировали его в 1956 году. Во время шестидневной войны это место было взято бригадой Харель из Иорданского легиона. В январе 1968 года пещера могила пророка Самуэла была открыта для посетителей. В 1969 году у подножия Нави Самуэля был посажен лес. Вокруг мечети и гробницы, приписываемой пророку Самуэлу, расположена деревня Нави Самуэль. До 1967 года в селе проживало более тысячи человек, часть из них уехала во время шестидневной войны. В начале 1969 года комиссар по делам государственного и брошенного имущества в регионе Иудея и Самария выдал ордер на приватизацию деревни. В 1971 году деревня была упразднена Циахаалом, а ее жители были эвакуированы в район недалеко от холма к востоку от места, сегодня здесь проживает около 250 жителей. В том же году сюда поселился музыкант Шмулик Краус. В заброшенном доме. По его словам, он унаследовал участок земли в деревне от бабушки. Его эвакуировали с места через два дня. В это же время Иерусалим начал расширяться на север, и окрестность Рамот оказалась. Построенный неподалеку, назван в честь Рамы. В 1973 году мэр Иерусалима Тедди Калек предложил присоединить Нави Самуэль к Иерусалиму и сохранить его как открытую зеленую зону для жителей города. В 1995 году это место было объявлено Израильским национальным парком площадью около 3500 дунамов. Границы парка включают археологический объект, дома жителей и принадлежащие им сельскохозяйственные земли, поэтому строительство на этом участке запрещено. Гражданская администрация запрещает строительство и реконструкцию домов и сносит любые новые постройки. Целью этой политики является эвакуация с объекта. Однако ближе к концу второго десятилетия XXI века на территории национального сада была незаконно построена палестинская школа с целью захвата территории. Поскольку деревня находится за пределами муниципальной границы Иерусалима, ее жители не могут добраться до Иерусалима на общественном транспорте. В 2022 году протест против закрытия ворот села перерос в драку после того, как на место пришли протестовать правые активисты. Полиция арестовала пятерых палестинцев после того, как задокументировала нападение на протестующего с израильским флагом вскоре после участия члена Кнессета афера Кассифа в протесте жителей. Неделю спустя депутат Кнессета Итамар Бенгвир прибыл на демонстрацию, проводимую от имени его партии. Самуил, Шмуэль, в переводе «Услышал Бог, выпрошенный у Бога, имя Божье, библейский пророк, последний из судей израильских, помазал на царство первого из царей Израиля, Саула». Называется знаменитейшим из судей. Жизнь Самуила главным образом описана в первой книге царств, в еврейской традиции – первая книга Самуила. Родители Самуила – Левит Елкана из удела колена Ефремова и Анна. Анна долго была бесплодной, переносила много обид от второй жены своего мужа и очень скорбела. Во время одного из ежегодных посещений Скинии в Селоме Анна молила Бога сжалиться над ее печалью и дать ей дитя мужского пола и дала обет посвятить своего первенца на служение Богу и сделать его назареем. Иль, первосвященник и судья Израилев, принял ее горячую молитву за опьянение. Узнав о горе Анны, Иль благословил ее от лица Бога. Вернувшись домой, Анна зачала сына от мужа своего и назвала его Самуил Шмуэль, потому что «от господа Бога Саваофа я и спросила его». Толкование имени Самуила по этому стиху «Услышал Бог, выпрошенный у Бога» также существует толкование «Имя Божье». Во исполнение обета, как только Анна отняла его от груди, она привезла его в святилище в Селом, где он и провел всю свою молодость. История чудесного рождения Самуила отстрадавшей длительным бесплодием матери характерна для Библии истории Сары, Ревекки, Рахили. Самуил воспитывался при Скинии в самое тяжелое и смутное время в жизни израильтян. Он явился преобразователем своего народа. При слабом первосвященнике и судье Илии, Или, моральное состояние до крайности пало, народу пришлось перенести жесточайшие поражения со стороны филистимлян, которые в результате захватили величайшую святыню – Ковчег Завета. Созвав народ в массифе Мицпа на торжественное покаяние, Самуил настолько поднял его дух, что филистимское иго было свергнуто, началось всеобщее и быстрое возрождение, которому особенно много содействовали основанные Самуилом пророческие сонмы или пророческие школы, своего рода религиозно-нравственные братства или общества. Имевшие задачи пробуждать в народе дух патриотизма и распространять просвещение. Самуил мудро правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет и высоко поднял его благосостояние. Не таковы были его сыновья, можно говорить о странной иронии судьбы, что Самуила в этом отношении постигла участь Илия, вследствие чего народ, не доверившись и отвергнув Бога, как своего прямого правителя и царя, опасаясь, чтобы после смерти Самуила не водворилось прежнее бесправие и анархия, стал просить его, чтобы он поставил над ними царя из людей. Самуил предостерегал народ от опасности и деспотизма, обычного при монархическом режиме, но народ, утомленный безначалием, готов был идти навстречу даже и этим опасностям, только бы иметь твердую власть, и отвечал Самуилу, «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами, и вести войны наши». Тогда Самуил поставил им в цари Саула, сына Кисова. Саул своими поступками принес Самуилу множество огорчений, так что тот вынужден был еще при жизни Саула тайно помазать на царство другого царя, Давида. Умер Самуил на 88 году от рождения и был погребен в раме, оплакиваемой всем народом. Жизнь его описана в первых главах первой книги царств. Предание приписывает ему составление библейской книги судей. Редактор субтитров А.Семкин